Друзья, всем привет! Мы в Ангрене пришли в кафе Ляби Хаус. Едем в гости в Янгеабад. Сегодня у нас будет контент с города Янгеабад. Вообще, я расскажу для подписчиков, которые не из Узбекистана. Мы находимся сейчас в Ташкентской области в городе Ангрене. Проходим, хотим взять с собой шашлык и поехать уже в гости в Янгеабад. Печенки и три говядины вместе с помидорами. Слушай, а печень не опасно? Свежая? Я люблю печень. Я бы куриный еще взяла. Три печени, три говядины, один курица. С собой. А ты хочешь такой маленький? А вон там. А это кавказский? Это ножки, да? Это бедра. Ну давай в такой маленький куриный. Один вот такой маленький куриный. Сколько подождать? Минут десять? Минут десять тоже красиво. А ты с помидорками, да, взял? Хорошо. Какие? Да, да, да. Одну корочку. Еще есть самса, смотри какая. Вон там готовится. У вас что за самса это? Ухарские. А, улот, да, которая? Вот самсышка. Ну-ка я пройдусь, посмотрю. Вообще, это очень хорошее такое кафе. Здесь в Ангрене, я считаю. Здесь разные салаты. Ой, есть, смотрите, холодец. Холодец, десерты. Ну, я, например, больше не знаю подобного уровня кафе, поэтому хожу всегда сюда. Если вы знаете другое место, то пишите. Здесь три зала. Один летний, один вот такой. Вот светлый зал. Зал сейчас покажу вам. Как он сделан. Такой светлый зал. И один зал. Такой вот крытый для банкетов, наверное. Тоже большой. Есть уличная площадка. Здрасте. Здесь на улице площадка. Ее попозже откроют. У нас только вот как неделю потеплело. Здесь, посмотрите, в горшочках шурпа есть. Сейчас я вам покажу. Луны. Такая шурпушечка. И вот она еще тоже готовится. Мы ждем свой шашлычок. Что там? Вот здесь у нас уже летняя площадка. Такие вот деревья. Ребят, посмотрите цены. Тут ниже, чем в Ташкенте. Получается кусковой с помидорами три палочки. Но он большой достаточно. 36 тысяч. Куриное филе 12 тысяч. Печень 36. Тоже три палочки. Итог у нас. 7 палочек шашлыка. 8,5. 85 тысяч. Или где-то 7 долларов. Ну, это округлила я. 8 долларов. 8 долларов? 8 долларов. Ну, где-то 7,7, 7,8. Вот так вот. Ну, округлим 8 долларов. Нас пустили на кухню. Шашлычок для вас снять. Это все наши, да, палочки уже готовятся? Спасибо. А здесь уже рыба чья-то готовая. Все есть. Классно. Здесь самса. Подогревается она, да, уже? Это все с мясом? Да, все с мясом. Все с мясом, самсышки. Классно. Вот он уже пожарился. Так пахнет. Невероятно просто пахнет. 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 Или английский, да? Нет. Ну, ташкентский. второй раз у вас здесь кушаем вкусно смущаешь спасибо огромное все мы взяли наш шашлычок и едем в янге аббат там сейчас такая красотища смотрите сколько интересных женщин такие веселые девушки и и и и и и и и и Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Дизайн DimaTorzok Дизайн DimaTorzok Дизайн DimaTorzok Вот они Пчёлы обрабатывают Супер Вот непосредственно сама турбаза ранняя снимала выпуски про неё в一定 подсказка в правом углу кликайте, смотрите цены и здесь конечно само озеро Можно спускаться летом и в нём купаться. Такая красота. Смотрите. Паш, ну ты доволен? Жалко озеро, здесь всё смыло. Да, вот у нас был месяц дождливый, и, видимо, здесь эти дожди сказались очень и очень сильно на этом озере. Собакой, смотри, гуляет, жесть. Хочу отметить, что очень оживлённо здесь на турбазе много туристов, такими группами прям туристы, и здесь тоже вся беседка занята. Люди идут с обеда, скорее всего, то есть турбаза, она достаточно полная. Супер. Сидим, греемся на солнышке. Просто очень супер. Да, Пашка? Да, Пашка. Ждём Ивана, нашего друга. О, он идёт. Да, он идёт. Вот, пообщаемся, сейчас он нам расскажет историю про то, как озеро, как сказать, что с озером случилось? Обмелело? Как? Смыло землю. Опустело. Ну, снесло дамбу. Дамбу? Ну, это дамба насыпная была. Что случилось с озером, что воды стало так мало? Он нам сейчас расскажет. Он же подходит. Сначала поздоровайся. Задам вопрос. Вот, пришёл Иван, сейчас расскажет, что случилось с озером. Ну, в этом году хотя бы вид поприличнее. Да, ты красавчик. Ну, озеро каждый год размывает, потому что... Первый раз я увидела, чтобы так было пусто. Не, его пусто в смысле турбазы? Нет, людей много на турбазе. А именно озеро, что оно такое? Полуозеро. Ну, потому что... Сели, да, были в 7-8 месяц. Нет, каждый год тает снег, сай увеличивается, соответственно, очень сильно. И получается, большой объём воды заходит в озеро и размывает. Там, если бы вы видели, как прорезало землю. Как потом вы делаете? Загоняется техника. Да, это экс-аватка, рыб, погрузчик, всё. Только с землёй или с бетоном? Нет, нет, только землёй. Всё природным. Каждый год, то есть, по-твоему, кореции. Мы думали, это всё. А рыбки, там же рыбы, всё же было. Они по течению ходят, и всё. И снова приходят? Ну, да, сверху. Расскажи, когда дожди были, что засыпать, всё было? Затопило, нет, да нет, нет. Ну, потому что, смотри, там как будто встал этот бетон, как будто он разбился. Нет, это тоже нормально. А по дороге вот здесь, прямо, в турбазе. Никто не так валяется. А, да, у нас немножко сверху размыло в этом году, да. А так, ну, как обычно. То есть, ведутся работы, да, сейчас по восстановлению, чтобы к сезону было всё готово. То есть, каждый год это нормальная практика, да? Ну, особо у нас ничего и не происходит. Озеро каждый год, да, то есть, в том году не размывало, а так, это обычное явление. То есть, каждый год потом загоняется техника, всё чистит. То, что землю намывает в озеро, оно же глубина уменьшается. А, вот сезона уже в озеро... А когда будет озеро готово, когда нам приедутся? К июле, блин, блин. Она прогревается, только к июле, по-моему. Она никогда не прогревается, в принципе. Ты покупаешься там? Нет. Холодно. Я не люблю холодную. Ну, и я плаваю. А скажи, плавать не умеешь? Ну, ты даёшь. Самое время, по-моему, сейчас. Ну, у меня это фобер. А, боишься? А скажи, вот там, как мы паркуемся при въезде, там снизу какое-то здание. Это что за здание построено? Новое. Как будто новое, прямо у парковки. Уличный. Где главный заезд, справа. Внизу. А, нет, а нужно у нас тут вот. Вот это заедает. Это тоже ваше здание? Да, конечно. Тоже катать? Нет, там будет вообще комплекс. Первый этаж, получается, будет столовая. То есть все, кто приезжает в гостиницу, кто по талонам кушает, он будет кушать там. Да, там, а здесь ресторан. Да, ресторан останется чисто как функцию выполнять ресторан. А, там будет? А, там и будет, получается. Сейчас там нет, это только в этом году? Привет. Да, вот вы не видели. Сегодня прям все это, кто на турбазе сто лет не был, все решили в один день приехать. Это погода, потому что. Сейчас, минуточку. Тоже кто-то приехал. Каким ветром. Здрасте. У вас еще на велике. Здрасте. Это Ярик вам здесь. Выпустили. Выпустили. А, вместе работали? Да. Сейчас, так. Что пойдет? Пока в отпуске не съезжу. Вы на велосипеде доехали? Да. Сан-Грена. А, Сан-Грена на велике. Будет столовая. Второй этаж там, ну, если вы видели, там бильярдная есть. Потом там будет детская комната. Видели бильярд? Уже функционирует это здание? Нет, нет. Оно сейчас в процессе постройки. Вот так же будет, там, ну, для массажа. Ой, классно. Бильярдный зал. То есть там комната, и каждая комната будет под шуток выделена. И достроили этот поле футбольное, да? Футбольное было. Там, по-моему, лыжной трассе. Мы его просто разбираем. Кажем, вы перед зимой убираете. Перед зимой сезона мы его убираем. И сносим. А нам сказал парень на охране, сказал, вы не идите вперед, там есть стройка. Что там за стройка? Нет, стройка, вот сейчас, если вы видели, аллейка. Да, да, да. Здесь заливаем бетон. А, аллею сам. Да, делаем аллейку. Классно же камешками. Камешками же было. Да нет. Чемоданы просто неудобно, знаешь. Во-первых, это чемоданы, во-вторых, это детские коляски. Много с детьми приезжают, это все. Ну и плюс обувь портится. Портится, да? Ну, конечно. Сейчас много иностранцев здесь. Нет. Ну, сейчас было прям групп, наверное, пять. Мы шли. Я не заметил, я бы не знаю. А ты здесь где живешь? В каком? В корпусе. В каком? В корпусе. А, выше. Поняла. Расскажешь про своих? Вот наш Иван. На который вы не были? Мы куда-то уезжали. Но я все смотрела в интернете, да. Но я мало что показывал специально. Иван, нас фотограф. Потому что у меня была суть сама. А как так получилось? Не виртуально. Да. Вот. Ну, у меня было меньше лет, 12 лет. Я об этом писал. Не, а как так случилось, что тебе предложили же, правильно? Нет. Я сам. Сам пробивал вот эту тему. Сам пробивал, все сам сделал. Вот, организовал. Почти месяц она была? Больше даже чуть-чуть. Почти месяц была выставка. За что отдельное спасибо руководству данное место, где проходила. Это фото... Это караван-сарай. Международный караван-сарай имени Ипула Хироян. Это очень знаменитый японский художник. Он достаточно по всему миру знаменит. А его работа, его картина считается в Японии народным достоянием. То есть их из страны даже вывести нельзя. Ты доволен? Да. Да? Ну... Про тебя даже написали в газете. Она в прямом смысле такая международная получилась. Получается, люди из японского посольства были. Потом с Англии приезжали, с России, с Казахстана. То есть ни с одной страны посетили мою выставку. В целом я очень доволен. Для первого раза это прям... Кайде. А где вся сейчас коллектив? У меня дома. Здесь? Да. Сможем посмотреть. А скажи, пожалуйста. Ну, что-то продал, что-то осталось. Там можно было приобрести... Да, фотографии. И мне эту идею прям дали за день до открытия. Ну, просто огласить, что всё продаётся. У меня даже такой цели не было. То есть я даже не думал, что так можно. Ну, я прислушался, сказал... У тебя в рамках? Да, да, да. Красивый. Не, рамы... Нет, в рамы нет. Вот, получается, рамы мне предоставлял... Раман-сарай, да. Я оставлял, потом таскивать, потому что же люди там часто проводят... Какая самая большая была? А они все одинаковые у меня, 30 на 40. А расскажи, чем ещё у нас Инги Аббат знаменит в этом году стал? Наш олимпиец. Ага, значит, и подсказывает. Я просто в другом сразу думаю. Ну, Камиль, да. Камиль Туктайм здесь сейчас. Какое место занял? У нас такая гордость. В ТОП-30. У нас первый год мы выступали же, да? Второй. Он уже дважды участник, сам Камиль. Первый раз он в Корее был. А Камиль, он сын владельца турбазы. Вот, так что у нас такая гордость. Ну, горнолыжников у них вообще ТОП-30 считается, как престижный. ТОП-30 считается, да. И вот он в ТОП-30 зашёл. И потом следом какой-то был чемпионат. Потом он следом сразу поехал на чемпионат Азии. И там замер золотом. Да, да, да. И в другой дисциплине он ещё взял серебро. И все медали здесь. Ну, да, у него дома хранятся. Ну, тоже здесь, или? Да, да, постоянно. Классно вообще. Сейчас они трудятся там проектами своими. Лестницы строят, Виаферат устроят вдоль ущелья. Готовятся, короче. Да, у меня очень интересные проекты. А ты помогаешь? Нет, у меня сейчас другое. Понятно. Я сейчас взял, возьму полностью направление походов. А, походы будут сейчас возглавлять? Сезон ещё не открыли. Но у меня сейчас по состоянию здоровья я его открыл. А вообще открываются? Ну, я в мае планирую запустить всё. У меня сейчас готовится большой, такой, достаточно интересный проект. Редстон Кэмп. Ну, наш клуб Редстон Кэмп. Редстон Кэмп, я его называю. Получается, машина будет 14 километров протяжностью. Конечная точка будет Берёзовая роща. И он Берёзовая роща будет возглавляться лагерь. То есть, наряжение всё я буду предоставлять. Там, будем на маршруты высказывать. Ну, так полегче, да, чем в один день, да, всё. Да, это два дня будет. Два дня, суббота и воскресенье рассчитано. Ну, и здесь треки новые. То есть, новый трек будет на петроглифы. Это наскальные рисунки первобутных людей у нас есть. Но у тебя помощники есть? Набираю пока команду. Поэтому, если кто-то хочет... Пишите мне. Да, да, да. Оставлю я Инстаграм Ивана. Здесь под роликом. Ну, будут и команды собираться. То есть, полностью хочу развить саму, как вам объясню, там, хайкинг, трекинг именно в Инги Абаде. Потому что у нас очень непопулярное место в этом плане. Никто не хочет сюда приезжать и ходить. Многие думают, что здесь не на что смотреть. Ну, с этим я, наверное, не соглашусь. Потому что у нас всё равно красивые природы. Всегда зелёные, да. Да, у нас есть много... Ну, арчать-то, конечно, не то, ради чего стоит прям приезжать. Но у нас много интересных мест. То есть, и вот это я хочу как бы переделать, популяризировать. То есть, да, что надо приезжать, надо смотреть. Да, безусловно, есть много красивых мест. Сурхандарья та же самая. В Чингане очень много прекрасных мест. Да. Ну, и в это число, по-моему мнению, скромно, заходит и Инги Абад. Обязательно. Я тоже люблю его. Я даже больше люблю, чем Чинган. То есть, если многие думают, вот, приехали на турбазу, а всё, посмотрели, больше смотреть не нужно. Но если выйти в глубь ущелья, у нас там есть и Альпийские луга, и, ну, называемые такие названия. А футбольное поле вот здесь, оно стоит? Как вот поднимутся? Нет, наверху. Ну, как бы на той стороне. Из-за внизу. По ступенькам. Ну, а он ниже нас, наверху, нет, его из него огород сделали. Огород! Потому что меня в тот раз подписчики спрашивали, что с этим футбольным полем. Да, его, к сожалению... Утилизировали. Там просто сделали грядки, что-то, картошку посадили. Такое оно было легендарное вообще. Да, оно классно было. То есть, там всё травка зелёная, такое очень уютное место. Там спортсмены занимались. Да, да, да. И вот, к сожалению... Теперь там огород. Звенечная экономика. Рыночная экономика тоже полезна. Ребят, всё, подписывайтесь все на Ивана. Он ещё классно фотографирует. Сейчас фотографирует. Фотографирует. Всё не как вас, но фотографирует. Ну, придёт, придёт. Но мы будем почаще приезжать летом, я думаю, потому что здесь природа потрясающая. Весной приезжайте, в май, конец апреля, май. Весь у нас очень красивый. Сейчас всё за цветёт, всё за зеленей. Да. Компания приедет. Треккинги. Да, ребята. Май месяц здесь просто топчик. Ребят, кто знает, кто знает, что это за дерево, пишите. Просто нереально красиво. Смотрите, какое. Инспекцию сегодня провели. Дом культуры на месте. Буквы. Славься шахтёрам племя. Сняли. Сняли. Сейчас я вам покажу, как. Нет теперь букв. Всё остальное на месте. Ну, поехали дальше. Ребят, хочу вам показать новый санаторий Янгиабад. Он здесь, прямо рядом с мостом, где раньше было «Славься шахтёрам» племя. Построили мост. Раньше здесь была просто река без моста. Теперь сделали дорогу. И туда наверх будет санаторий. Но в следующий раз, может быть, мы и проедем, посмотрим. Здесь бассейн. И дальше мост. Не знаю, будет вам видно, не будет. Вот он. И, к моему сожалению, сняли буквы. Но я расстроилась. Очень давно эти буквы висели. Здесь, на старинном мосту. Такой был быстропримечательностью. Своеобразной. И вот теперь нет. Сейчас попробую поближе подойти. Вот, очень и очень жаль, что осталось. Ну, значит, так надо. Не забывайте подписываться на канал. Надеюсь, было интересно прогуляться с нами по Янгиабаду. Мы навестили своего знакомого, встретились с Ваней. И тоже с хорошим настроением. Возвращаемся в Ташкент. Пока-пока. Подписки, лайки, комментарии. Все жду. И будем с вами путешествовать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...